В минувшие выходные в Ненецком округе состоялось самое зрелищное и долгожданное мероприятие – Бурандей-2022. До начала гонок участники соревнований стараются не давать комментариев о том, как к ним готовятся. Говорят, плохая примета. За более чем 25-летний период проведения снегоходного кросса в регионе сложились целые семейные династии гонщиков. Об одной из них расскажем в нашем следующем сюжете. Слово Александре Литковой. Этому снегоходу 22 года. Именно на нем ежегодно участвует в гонках Алексей Попов – многократный победитель соревнований в классе «Буран». Выиграл его «Буран» и подарил ему, чтобы он катался. Он молодой еще, 17 лет, наверное, ему было еще. Вот он первые гонки на нем, 17-летним, пошел на ралли, виск, куда там все ходил. Ну, там что-то он проиграл, перевернули сразу, выгибали, все. Ну, доехал. Как и многие деревенские мальчишки, Алексей Попов сел за руль снегохода еще подростком. В тот свой первый заезд в 2000 году Алексей мог и не попасть в силу возраста. Но родители тогда уже сами не раз становившиеся победителями снегоходных гонок были не против и дали разрешение. Когда учились в ПТУ, было 17 лет, сделали ралли. Это было первое, это виску, по-моему, ездили мы туда, виску или то, что виску. И вот мне было 17 лет, но мне не разрешали ехать, потому что у меня не было водительского удостоверения. И 17 лет. Но допускалось с разрешением родителей. И родители написали бумажку, что разрешаем и препятствуем. И вот меня отправили первый раз, я поехал и занял я 10 место. У нас участников, наверное, было человек 100. Неплохой результат для первой гонки. С тех пор Алексей – постоянный участник соревнований. Исключением стали годы службы в армии. Причем ниже второго места представитель деревни Макарова в соревнованиях не занимал. Буран для гонок используется только по назначению. Выгоняется из гаража для технического осмотра незадолго до гонок. Подготовка к будущим заездам всегда серьезная. Впрочем, после финала Буран тоже следует привести в порядок. Всегда занимает по-разному. Если вот как приехал с гонок, зная, что у тебя он остался целый, вот как все годы у меня, он все в хорошем, идеальном состоянии. Я на следующий год его просто сниму, карбюраторы почищу, масло в редукторе поменяю, цепь натяну. Если надо, цепь поменяю. Допустим, мы меняем цепь раз, два, три сезона. Это обязательно, потому что они потом рвутся. Ну и мелкое ТО, там свечки поменять. Можно, не знаю, что там, катки посмотреть, подшипники. Все такое по мелочи. Бывают, случаются и серьезные поломки. Например, сломался коленвал. Тогда приходится перебирать двигатель. Этому многие участники учатся практически с детства. Вместе с отцами пропадая в гаражах и перенимая опыт. Вот и Алексей не отходил от отца Василия Попова. Тоже опытного гонщика, многократного победителя соревнований, начиная с 1998 года. В этом году Василий уже в пятый раз стартовал в заезде ветеранов. Его железному коню уже 35 лет. Вместе они представляли Нинецкий округ в Рыбинске. Ну, это и возили в Рыбинск, в Уфу когда. Там интересно было кататься. Много человек было. Сколько у нас? 23 человека было все катались. Там трассы получше, конечно, как здесь. Троплины такие сделаны. Ну, интересно трассы, хорошие. Супруга Василия, Лариса, тоже не отстает от мужа и сына. Пять раз поднималась на первое место пьедестала. Несколько раз на второе и третье. И один раз приехала четвертой. Говорит, готовилась к соревнованиям основательно. Выезжала на реку для тренировок. Про призы вообще не думали. Ну, конечно, какой-то там свой стимул. Вот я победила, там кубки. Кстати, мы же кубки не выбрасываем. Мы же их собираем, ставим красиво. Пыль вытираем. Ну, значит, в общем, медаль. Хотелось медаль. Кубок-то, может быть, не очень. Вот медаль хотелось. Хотелось первое, второе или третье. Не было цели именно первой быть. Но в тройке призеров постоять на пьедестале. О том, чтобы в гонках на снегоходах могли принять участие женщины, впервые прозвучало в 1998 году. Во время награждения мужчин-финалистов вторых соревнований на Кубок Героя Советского Союза, Героя России, депутата Государственной Думы Артура Челенгарова. Давай кричать, даешь. И женские гонки тоже. Как-то вот нам захотелось. Ну, если честно сказать, мы ездили на буранах-то раньше. Да сейчас нам не очень хочется, да и ни к чему. Сейчас быстроходная техника, муж везет, саночки всякие. А раньше мы ездили, муж заведет мне здесь, я уеду до города, сделаю все свои дела. Там, возможно, кто-то еще заведет, если сама не справляюсь. Тяжелый для заводки буран-то все-таки. И опять приеду. Муж ведь работает. То есть мы сами ездили на буранах, поэтому нам тоже хотелось испытать себя. То есть первый опыт вообще понравился. Если Василий и Алексей планируют и дальше продолжать участие в Бурандее, то Лариса с этим видом спорта попрощалась. Говорит, здоровье уже не то. Семья Поповых – династия двух поколений гонщиков. Еще немного, и их ряды пополнятся внуками Василия и Ларисы. Сыновья Алексея уже изъявили желание стать будущими чемпионами. Александра Литкова, Леонид Шишевов, Антон Водряков, Телеканал «Север». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!